Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ «Неформат». Одна из моих любимых номинаций на кинофестивалях звучит так – «Событие года». А в моей жизни тоже было «Событие года». Это поездка в Республику Тыван на кинофестиваль. Вы знаете, меня до глубины души впечатлила эта поездка. Я впервые не то чтобы поняла, я почувствовала, какая огромная у нас с вами страна. Я ощутила необыкновенную ее мощь именно в многонациональности, в переплетении таких самобытных культур, которые когда-то слились в одну историю и были связаны между собою крепкой невидимой нитью, которая, к сожалению, сегодня так натянута, что, гляди, порвется. Но там, в Туве, я чувствовала гордость за нашу страну и в то же время ловила себя на мысли, что состояние моей души в неформате сегодняшнего дня. Сегодня вообще как-то не модно говорить о дружбе между народами, о переплетении культур наших государств. Кстати, о культуре. Интересно, а как в республиках развивается культура? В каком формате? У нас в студии Светлана Максимовна Монзук, заслуженный работник культуры Республика Тыва и директор кинофестиваля «Живая тропа» Дерсу. Здравствуйте, Светлана Максимовна. Здравствуйте. Я знаю, что вы много лет работали на телевидении, и, конечно же, вы знакомы с таким понятием, как формат-неформат. Ну, скажите, слышали ли вы в свой адрес, в адрес своих работ, вот такую оценку, как неформат? Именно неформат. Да, если честно, я не слышала. И вообще это вот понятие, да, неформат, оно, конечно, относительное. Поэтому, возможно, у нас, да, вот у нас в республике, это, ну, как бы не употребляется, в принципе. Я думаю, что вряд ли говорили о том, что мои работы, я сама ли всё чем занимаюсь, это не формат. Я такого не слышала. Нечисто. Но вот когда вы ушли с телевидения, да, то есть вы уже тогда чувствовали, что всё меняется. Это какой, 2004? Да, 2004 году, да, я ушла на пенсию. Обстановка была уже напряжённая, правильно, на телевидении? Ну, да, в принципе. А в связи с чем? В связи с тем, что поменялся формат, правильно, вещание или нет? Да, 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 совершенно верно. Поменялся формат в том плане, что наше вот телевидение, Тувинское, да, оно стало как бы дочерним, да, филиалом, да, ВГТРК. Естественно, осталась только новостная лента, всё. А те вот тематические передачи, которые, в общем-то, были у нас на национальном телевидении, то это было здорово. А сейчас этого нет только одни новости. То есть мы уже не имеем времени, да, для того, чтобы как-то это... То есть сокращение идёт полностью. Естественно, поменялось. Конечно, естественно, не формат. То есть то, что было форматом, стало неформатом. Да. Но это для нашей точки, да, вот для меня, который работал очень много-много-много лет, да, на телевидении. Естественно. Но для них это вполне возможно, что сейчас, для современного телевидения, естественно, это вот именно сейчас такой формат, в основном информационный, скажем так. Тематики всё-таки на телевидении мало. Ну, если есть там такие... Ой, да, если говорить, это очень больно сейчас. Больно, тем более ты отдал столько времени и столько лет, да, естественно, больно от того, какое сейчас у нас телевидение. А какие были программы? Ой, у нас самые разные, да. У нас даже на телевидении были прямо редакции. Это редакция сельского хозяйства, редакция пропаганды, да, литературно-художественная, вот наш, где я всегда работала. Я всегда работала именно вот с 77-го года, именно вот делала передачи, то, что касается культуры и искусства. Скажите, вы чувствовали цензуру раньше, такую жёсткую, на себе лично? Страдали ли вы от неё, как режиссёр? Вы знаете, такую жёсткую цензуру мы, я скажу, наверное, от своих коллег, да, мы не чувствовали. Но, тем не менее, просто мы... Это у нас было, как бы, скажем, в крови, да? Мы готовим передачу, мы полностью передачу, да, вот на бумажном носителе, мы приносили в облит, который, в общем-то, нам ставили штампик, что это пойдёт в эфир. Ну, так, чтобы прям жёстко мы не чувствовали. Ну, по крайней мере, наша редакция, я не знаю. Я не могу сказать за другие редакции, те, которые готовили общественно-политические какие-то передачи, этого я не могу сказать за них. Но всё-таки цензура была. Вот сегодня цензуры вроде бы как нет. Или всё-таки есть? Но есть вот, мы вот разговариваем в этой программе, есть формат, не формат. Вроде бы как заменили цензуру. Нет, вы знаете что, цензура вот сейчас, на данный момент, на современном этапе, мне кажется, это должно быть вот здесь, где-то внутри. У журналиста, у режиссёра, те, которые готовят передачи, те или иные, да, у них должна быть внутренняя своя цензура. Потому что если мы, ну, как это сказать, хотим оставаться честными со своими зрителями, мне кажется, должна быть внутренняя цензура. Я за это. Кого бы мы ни хотели, влияние огромное. Конечно. Из нашего экрана, наших голубых экранов на человеческие мозги, влияние огромное. Поэтому здесь очень такое... Хотелось бы, чтобы в себе требования были высокие. Но я знаю, что как раз вы-то и работаете в этом направлении. Ушли из телевидения, но организовали фестиваль. Вот где я с вами и познакомилась. И фестиваль меня тронул. Он действительно был... Я на многих фестивалях была, но он необыкновенно какой-то добрый, душевный. И прежде всего задумывался он как фестиваль детский, да? Кинофестиваль. Да. Давайте немножко подробнее расскажем, чтобы зрителю было понятно. Знаете, мне не хотелось бы говорить именно о кинофестивале. Вообще все проекты нашего фонда, да, они все направлены именно на человека, для человека. И именно на его душу. Потому что мы видим все-таки, да, действительно, время вносит свои коррективы. Мы становимся несколько сухими. И вот этот ритм жизни, да, который, ну, как бы так засасывает, что уже не задумываешь, не успеваешь задумываться об этом. А мы хотим вот как раз вот своими проектами, чтобы человек задумался не только о себе, о своей миссии на этой земле, но еще и о своих детях, то есть о будущем поколении. Субтитры делал DimaTorzok Кстати, это какой-то некий выход. Сегодня, мне кажется, если мы не видим по телевизору хорошее кино, пожалуйста, мы его можем показать на фестивале. И кроме этого, вы показываете работы как раз вот детей, там детских студий, киностудий, да, так можно назвать? Ну, те, кто пробует себя в кино. Ну, может быть, действительно, в дальнейшем пойдет работать на телевидении. Ну, кто знает, да. Вот с этим багажом. Конечно, конечно. Если бы это вот с таким багажом, вот, действительно, стали бы они работать на телевидении, да, Ну, вот я думаю, что со временем все равно придет время тоже, принесет что-то необходимое, нужны будут какие-то такие передачи, да, которые, тематические передачи, да, которые повлияли бы на духовно-нравственную составляющую человека. Не просто вот там говорят с экрана, учат с экрана, здесь же нужно какое-то такое действие, чтобы он еще и задумался и проанализировал. То есть мы, вот хотелось бы, чтобы тематические были такие, чтобы нас подвинули вот здесь вот заработать, проанализировать. О чем снимают кино дети? Ой, они разные темы, потому что разные номинации, естественно, то, о чем желают. У нас есть и игровые фильмы, ну, довольно интересные, довольно истории интересные, делают мультики. Потом мне очень нравятся там дети, когда вот мой край. Вот, казалось бы, ну, просто они сняли там это, но они через объектив-то видят совсем другое, поэтому они хотят то, что показать нам, то, что они видят. Кстати, меня тоже очень удивили фильмы, я видела многие фильмы, снятые детьми, ведь я знаю, что им никто не навязывает темы, они вольно выбирают. Нет, нет, да. Они снимают о своих проблемах, о своих переживаниях. Да, о своих душевных переживаниях. И что странно, что эти дети растут тоже на формате того телевидения, который им предлагает современное общество, но в душе все-таки вот несут какую-то чистоту. Мне кажется, вот как раз режиссёрам бы посмотреть, что нужно детям, а то у нас сейчас детское кино-то не снимают. Да, с детским кино у нас, конечно, проблемы. И вот тоже очень хотелось бы видеть вот такие добрые, хорошие фильмы, позволяющие вот детям действительно задуматься, посмотреть на себя со стороны. Светлана Максимовна, много ли в Туве кинотеатров? Активно ли люди ходят в кинотеатры? И прокат, что в прокате, какие фильмы? Ой, ну это больная тема, скажем так. Дело в том, что кинотеатр у нас в Козыле один. Районной сети вообще отсутствует. И вы знаете, а прокат что? Ну, в общероссийской системе находится наш кинотеатр. Я об этом очень сожалею, конечно, но никуда, наверное, от этого не денешься. Поэтому, в принципе, мы и вот это одна из тех моментов, да, вот ситуаций, которые заставили нас тоже делать вот кинофестиваль. Почему? Мы имеем в своей, допустим, приходят к нам на кинофестиваль тот или иной фильм. Мы используем старые, вот еще где-то сохранилось в некоторых районах, сохранились эти киноустановки старые. У нас же есть этот кинофонд, который сейчас находится в архиве. Мы оттуда берем такие вот хорошие, наши, добрые советские фильмы. Ну, раз не предоставляют, ну, а что делать? Надо использовать, правильно? И мы однажды вот вытащили туда внимание черепаха на экраны, вытащили, значит, «Белый бим, черное ухо», затем там много вот таких вот фильмов, и показали, дети смотрят. И выходит одна девочка, лет 13, и я слышала их разговор. Она выходит и говорит, «Баба, у вас такие фильмы были классные». То есть она посмотрела, с удовольствием посмотрела, с такими глазами, с красными вышла, плакала. То есть это надо. А как развивается национальное кино? Национальное, ну, это беда, конечно, хотелось бы, чтобы это лучше бы развивалось, потому что как бы это... Если раньше, да, вообще, то, что касается вот культурного обмена, да, существовали какие-то единые такие ведомства, да, вот, которые занимались, как Росконцерт, допустим. Росконцерт, кино вот, да, обязательно, если хорошее кино, его во все кинофильмы, потому что каждый субъект Российской Федерации, да, вот, ну, Советского Союза и так далее, я не знаю, как это правильно сейчас говорить, вот, они имели, это, фильмофонд. И туда обязательно отправлялись копии фильмов. И это все хранилось, это пока... То есть это работала, была система такая, которая работает на весь Советский Союз. И вот здесь вот на всю Россию тоже хотелось бы, чтобы вот такие вот системы не были бы. Потому что, ну, перестали мы общаться, мы перестали познавать друг друга. А это тоже проблема. Если мы хотим, как вот сейчас вот в большой стране, да, чтобы были толеранты, чтобы мы понимали, чтобы какие-то национальные вопросы, конфликты не возникали, нет. Ну, должны же мы обмениваться, обмениваться, взаимообмен, взаимопроникновение культур, да, чтобы мы знали, чем вот... И сейчас же пошло поколение 90-е, которое, в общем-то, ничего нет. Пока пошло новое поколение. Так давайте мы что-то, вот, мне кажется, что необходимы такие вот какие-то структуры, такая, которые бы, вот, обмена вот этим, то, что касается и кино, и культуры, искусства, ну, всего. Не для этого ли сейчас проводите вы духовный форум молодёжи? Да, духовный форум. Который посвящён столетию... А это единения России. Единения России и Тулы. Да, и России и Тулы. Что это за форумы? Вообще, кому, ну, вот, кому, понятно, молодёжи, да, нужно... Зачем нужно рассказывать сегодня? А вы знаете что? Это цель задачи нашего духовного форума молодёжи. Мы хотим, чтобы молодёжь занялась духовным производством. Потому что кто, кроме них, они же, вот, кто старше поколения что-то говорит, это невольно как бы отторгается, сразу идёт сопротивление внутри. Когда мы говорим, нужно вот так поступать, нужно вот так поступать. Так сделайте вы сами для себя. То есть духовное производство. Это рождение, может, да, вот, придумывание, рождение новых традиций, современных вот условиях, да, новых традиций, которые бы именно касались вот духовно-нравственной составляющей человека. Вот наша цель вот нашего форума. И мы хотим, чтобы молодёжь сама для себя. А как проходит форум? Ну, в принципе, ну, вот, мы, вот, они сдают конкурс проектов, социальных проектов таких, то, что касается духовно-нравственного воспитания. На основе старых традиций каких-то придумать новые, не нарушая всего того, тот уклад жизни, да, тот образ жизни, который у нас существует. Ну, удаётся молодёжь сподвигнуть? Ну, с трудом, но всё-таки, всё-таки очень много интересных вот проектов, очень. Ну, а вот эта тема 100 лет присоединения России... Обязательно, но она... Мы же огромный скачок сделали, благодаря России. Огромный скачок. Совершенно безграмотная страна, да, страна, которая... Очень много было безграмотных... И у нас письменность появилась только в 30-м году. То есть, представляете, какой скачок мы сделали в 44-м, когда мы вступили в состав Советского Союза. А до этого мы были отдельным государством. Тувинская Народная Республика. То есть, об этом можно говорить очень много. Но вы считаете, что нужно сегодня об этом говорить? Нужно, нужно, нужно. И гордиться, в общем-то, тем, что мы едины. Конечно. Светлана Максимовна, как вы считаете, в Советском Союзе всё-таки наши культуры, они взаимодействовали или всё-таки какое-то было противостояние? Нет, взаимодействовали. Потому что здесь тоже существовала своя система. Это работало. То есть, одна республика выезжала в другую, да, то есть, Росконцерт занимался, Рос... или Госконцерт. Да, Госконцерт. Он занимался как раз вот этим вот... выезжали, организовывали гастроли какие-то, обмены, да, вот делегациями, Дни культуры проводили. Это просто замечательно. Такой обширный были программы. Это просто здорово. Сейчас, как бы, знаете, вроде бы проходят такие, да, но, скажем, реже. И очень часто, вот я очень хорошо помню, сама мне не раз выезжала, когда вот приходилось, значит, именно в Москве проходили, каждая республика, да, у них были Дни культуры. Здесь на всех площадках Москвы, да, выступали коллективы с той или иной республики. Да, вот нет. А сейчас, как бы, всё это проходит, ну, редко, во-первых. А во-вторых, пустили, как бы, в самостоятельное плавание. Если есть возможность, значит, он едет, выезжает. Хотя мир действительно открыт, он стал действительно очень открыт. Наши очень многие стали выезжать за границу, это просто, ну, замечательно. То есть ваша ансамбль, да? Да, да что вы, особенно горловой пение, да, вот оно стало, как бы, это жемчужины нашего искусства, да, в республике, естественно, знает, теперь знает весь мир. И очень многие приезжают к нам в Ту-Ву, чтобы послушать, посмотреть, познакомиться с этим уникальным пением. Да, сегодня этого очень не хватает. Да, не хватает. Я думаю, что вот, ну, пускай вы уже всё равно ведёте работу, по крайней мере, своей республике. Вот хорошо бы все объединились, вновь всё вспомнили, самое лучшее, что у нас было. Ну, я думаю, что придут времена, потому что сейчас уже говорим о том, что хотелось бы вот эти вот, всё это иметь, что-то должно быть такое, чтобы мы могли, раз проблема толерантности стоит, да, актуальна эта проблема, поэтому я думаю, что придут времена хорошие. Надеюсь. Светлана Максимовна, ну, я знаю, что вы так или иначе, ну, прям с самого рождения связаны с кино, с культурой, и, наверное, у вас, не знаю, генетически заложено вот это переживание за нашу общую культуру, да? И если зрителям, может быть, кто-то не знает, я хочу напомнить, что Светлана Максимовна была дочка, ну, очень известного на весь мир, известного актёра Максима Максимовича Мунзука, который сыграл главную роль в кинофильме Дарсул Зала. Именно вот этот фильм прославил его на весь мир. Фильм снял Акира Курасава, режиссёр, японский, да? Да. Но он снимал у нас в России, и в главных ролях был вот ваш отец и... И Юрий Мефович Соломин. Да. Он играл роль Арсеньева. Да, и я знаю, что вот вы очень активно продолжаете сегодня, ну, как сказать, дело отца, я не знаю, такими хочется фразами говорить, да? Но вы стараетесь сохранить вот эту память. У любого актёра, да, есть такая вот одна роль, которая делает его знаменитым. Хотя отец был основателем, один из основателей нашего Тувинского национального театра. Он был один из первых музыкантов. Он был капельмейстером нашего духового оркестра Тувинской народной армии. Это 29-35-е годы, да? То есть он всем был, и в Туве он известен, ну, так, чтобы вот вдруг такая слава приходит, да? Какой-то одной роли. Вот эта роль была как раз его звёздная роль. Вот Дирсу Зала, это была его звёздная роль. Естественно, ну, вы знаете, это, естественно, гордость, естественно, желание, вот, да, вот как-то продолжить. Ну, а ты права в том плане, что мы действительно, мы же выросли на колёсах, потому что они всё время гастролируют. Мы выросли как раз за кулисами. Мы выросли в театре. Это всё с кровью. Это, естественно, весь этот запах кулиса, запах декорации, это всё в нас, это всё в крови. Естественно, мы полны желания вот именно как-то заниматься тем, что нам дорого, да, сохранить, сохранить какие-то традиции. Да, время, конечно, вносит свои коррективы, но, знаете, всё равно самая вот великая миссия вот театра, вообще искусства, это вот нести в народ, всё то, что необходимо для его духовно-нравственной основы. Любое искусство. Но самое главное, площадки, это вот театры академические, наши национальные театры, они должны сохраняться. Так вот и нести свою миссию достойно. не опускаться до зрительских, коммерческих каких-то уровней. Я надеюсь, что театр и кино, и все виды искусства, они забудут об этом. Ну, самое телевидение, кстати. Конечно. Я понимаю, что это средство массовой информации. Замечательно. Но, тем не менее, надо использовать этот ящик для того, чтобы хоть как-то заложить какое-то доброе, чистое, светлое, да, зёрнышко, там, зрителям. Не только его информировать, ну, ещё и положить. Спасибо, Светлана Максимовна, что вы нашли время, пришли к нам. Спасибо за интересную беседу. Ну, и желаю вам творческих успехов. Ой, спасибо. Да, спасибо за вашу работу. Да будет так. Да, это здорово, что вы есть, и не всё это такой свет в этот мир. Спасибо. Когда я задумывала программу «Неформат», голова моя была полна печальных мыслей. Я видела тупик практически во всех сферах культуры. Но с каждым новым гостем душа моя наполняется надеждой. И хочется цитировать Маяковского. «Я знаю, город водит, я знаю, садут свесть, когда такие люди в стране советской есть». Надеюсь, и вам передать некоторый заряд оптимизма. До новых встреч!